11 месяцев, а именно столько лошадь вынашивает плод, в конно-спортивном комплексе Охотничий двор ждали появления маленького жеребёнка российской породы Владимирский тяжеловоз. Возникла она в 19 веке, но официально зарегистрирована в 1946. К сожалению, в последнее время численность многих отечественных пород снизилась. Так, Владимирских тяжеловозов по всей стране сейчас не больше 500. Но 20 сентября поголовье получило пополнение. Малыш родился здоровым, за две недели набрал вес и уже выходит на прогулку. Мама, как все родители, очень переживает за своего ребёнка, ведь он такой любопытный, хоть и маленький. Всё ему интересно, что и как происходит. Вот он любит лакомиться сахарочком. Давай, мой хороший. Давай, давай. Ну, угощаю тебя. Ой, понюхала и есть не стал. Пока малыш предпочитает всем угощение мамино молоком. Ему рядом с ней спокойно и уютно. Лиги отличная мама. Это у неё не первый же ребёнок. До этого у неё был ещё жеребёночек. И она благополучно гуляла с ним, смотрела за ним. Но, конечно, она, как все мамы, очень сильно нервничает. Жеребёнка ещё не назвали. Но поучаствовать в его именно речении может любой. Для этого необходимо в срок до 10 октября написать своё предложение ВКонтакте на официальной странице клуба. Однако стоит учесть очень простые правила. Начальная буква клички «Л» от имени мамы – Лигия. А в самом слове должна быть буква «К» от клички отца – Кварц. Уже есть немало вариантов. Среди них такие, как линкольн, ликёр, лаки, локомотив. Но заводчики не торопятся с выбором. Ведь часто от имени зависит и лошадиный нрав. Как корабль назовёшь, он так и поплывёт. Да, очень сильно зависит от имени. Поэтому очень тщательно выбирается, подбирается всё-таки этой породе. Порода не маленькая на самом деле. И мы ещё до сих пор не придумали, потому что думаем, чтобы оно было лояльно и к людям. Потому что это всё-таки мужского пола у нас. И он более строгий будет, в отличие от мамы. Жеребёнок точно будет весь папу. Он и похож на него, как две капли воды. Тоже пятнышко на морде. И даже носочки беленькие на ногах, как у родителя. Между прочим, обладателя Кубка Всероссийской выставки. Кварц является чистопородным жеребцом. Его родословный – множество знаменитых предков. Может быть, поэтому он считает себя вожаком всей конюшни. Так как всё-таки габариты у него самые большие, естественно, так как он полноценный жеребец, он считает, что да, он здесь главарь. Вся конюшня – это его табун, это его собственность. И также он за ними следит, когда ходит по проходам, кто что делает. И также он их, так можно сказать, охраняет. Потому что у лошадей есть. Вот если они создают свой табун, то они за этим табуном должны присматривать. Присмотрят кварцы за сыном, чтобы тот смог вырасти под стать своим именитым родителям. Родители безумно хороши в своей породе. И Владимирский тяжеловоз в настоящее время всё-таки он применяется как лошадь для семьи, как лошадь безопасная, как лошадь спокойная, сильная, выносливая и неприхотливая в содержании. Это самые главные плюсы. И, конечно, наши лошади, которые участвовали в воспроизводстве вот этого маленького красавца, они по своим характеристикам очень подходят и соответствуют этой породе. Конно-спортивный клуб «Охотничий двор» существует с 2012 года. Здесь обучают детей верховой езде. Также есть группа ипотерапии для работы с детьми с ограниченными возможностями. Немало времени уделяется группам паралимпийской выездки. Поэтому у клуба должны быть такие спокойные и уравновешенные породы, как Владимирский тяжеловоз. Елена Бабина, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.